всем доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики моего канала с вами снова я майнкрафтер на мастер и сегодня вместе дорогие друзья мы поиграем на моем сервере кристалликсе бедроки вот так вот а сегодня поиграем в микроферму хотя еще хочу записать здесь видос по кастал файту давненько не было видосов по моему бедрок серверу кстати кастал файд добавили да вот так вот не только недавно его сделали но я еще по нему видосы не записывал обязательно его сыграю чуть позже и видосик тоже выйдет на канале но пока что про ферму говорят там большая обнова вышла вон 85 человек аж играет у хотя думаю вечером будет больше вчера было 150 человек это было вообще жестко я хочу посмотреть как же обновили ферму что же здесь сделали ух нифига здесь как темно надо бы здесь посветлее сделать в настройки залезть так не получилось жили в настройках у меня максимальная яркость ладно хорошо посмотрим что же изменилось на ферме первых тут немножечко интерфейс переработали он стал более приятным красивым топ появился прямо вот такой вот висячий нифига там у чуваков уж денег жестко она пару дней опоздал так давайте стоимость фермы сверху эти уже лучше отображается так бабушка здорово бабушка о дитя мое так раз вовремя что есть такая порядочная молодежь как ты можешь начать сам бара нужно покосить траву маленько до газончик приравнять заработать все американских вечно зеленых и возвращайся ко мне хорошо будет отлично бабушка надала квест так а она пока и мнение на лкм 1 просто почему-то не рубилась все и мы возвращаемся к my little фарм значит на моей веселой ферме вот видите рубим с вами как обычно травушку эту муравушку так хух на секундочку меня пришлось отойти целых 10 минут прошло это же 150 монет не нарубил блин почему не было пассивного дохода мне пришлось на целых 10 минут критик ладненько ну ничего сейчас мы быстренько до нём до пассивненького дохода дорогие друзья у нас уже вот 89 события грязнули началось с ней помыться надо с этим событием сколько я помню мне с но не будут торговать эти жители они торговать и давать возможность покупать новые культуры и так далее и разговаривать и птичники с но тоже не будут идут или жители деревни неважно так 150 монет есть бабка что скажешь а ты быстро справился молодец можешь подойти каляну он тебя продаст пшеницу на твоей ферме будет расти первая благородная культура и не только сорняки они только сорняки хорошего бульда бауля все где же колян там у нас рыбака так понимаю как нафиг как на пока кристаллик себя воды георгий погоди так а зачем не каляну подходите с георгий я не могу с тобой говорить так хорошо мне нужно найти воду вода здесь слава тебе господи есть просто искупаемся давай давай опа все больше я не грязнули вот так почему не сказать подойти каляну здесь георгий георгий держи нифига себе музычка как будто бы начало кого-то супергеройского фильма от марвел а не знаю так генри я тоже не каляна где колян поема генри где колян а генри телепортирует на соответственно на озеро по рыбачить и удалось даже есть сразу же удочки то есть мы можем сразу же рыбачить я думал удочку нужно купить так хорошо ловится так 1 доллар 6 x pin кстати слышите рыбалка тоже можно прокормиться так сказать но конечно как будто пшеницу пока что ломать намного выгоднее так хорошо давайте мосту уйдем телефон телефон открою здесь нет связи донат не нам нужно просто вернуться вернуться клаш-рек стоит 160 монет мне кажется можно купить еще себе пшеничку давай нужно что нужно копить на картошку которая следующее но копить то будет гораздо приятнее а это понимаешь с бустер скорее сюда глобальный бустер какой-то работы дать если пишем слышь thanks игрокам которые поддержали проекта сказать и у нас 120 монета нужно будет на картошку получать за тоже не коляна тоже федор федор где колян то ваш темы как фонтаны можно строить блин круто что карту с пока версии перенесли все это сделали здорово так ну фармим монетки хотя сейчас можно еще пшеничку забежать купить а сколько она уже стоит 198 ну быстро накопится давай да по 4 в секунду потому что я потому что у нас сейчас x2 пассивный доход из-за того что есть какой-то добрый человек который гуд задонатил и купил глобальный бустер вообще кайф так бабушка что скажешь так бабушки теперь улучшение удочки есть эти удочка за 10 тысяч улучшается 6 так улучшение травы трава улучшается за сотку кстати трава до 2 раза больше за сотку как будто бы есть смысл апнуть а по им так и теперь за траву я получаю по две монеты вообще ништяк почему я раньше этого не сделал просто непонятно так 1000 монет теперь будем копить на картошку потому что да будет очень хорошо у нас с вами посильники доход плюс 10 наверно будет картошки а сейчас еще и под бустером вообще может плюс 20 не знаю пока что сложно говорить в плане не сложно делать какие-то выводы я же не знаю что там 5 в секунду ну посмотрим что пшеница стоил 150 целом да это единичку нам дает то есть картошка может и 5 и 7 давать ладно разберемся это можно кстати было написано может не заметил ладненько пока что он по 2 дают может быть стоит пока до картошки вообще прокачивать еще траву чтобы быстрее еще фармиться он он тоже тысячу стоит и дает в три раза больше ну как будто бы нет как будто будут уже как бы картошка если честно звучит повыгоднее за косарь тогда так что пока что просто выфармливаем свои вот эти вот монетки уже 640 у нас сами есть картошка конечно дело пойдет быстрее намного быстрее вообще в тысячу раз быстрее 700 800 блин с другой стороны если сделали рыбалку как на пока версии поначалу выгоднее именно косить траву но потом насколько я помню успока версии рыбачить становится какой-то момент намного-много выгоднее и чуваки которые просто вот он стоп стояли и рыбачили по итогу ну в топах топ-топ там 10 места это все жесткие рыбаки были там frost real помню рыбачил прям вообще но он слова даже обогнать его не мог в рыбалке на пока версиях я попытался вот хорошо все идем к ферме не не пшено не пшено нас интересует сегодня картоха и знаете вот единственное что куплю сейчас наверное там скорость что просто быстрее бегать мне нужно просто быстро бегать понимала скорость так все трудом картошка да по 10 секунд дает а следующий почему выдавать там за у нас тахарный тростник должен быть да и морковка морковка а не написано сколько производит пока не купим получается все ясно то есть у нас курочки уже пошли и ума и курочки это я помню малинка даша со своей малинкой ну еще нормально нормально так здесь у нас кролики бар должен вроде какой-то был быть вот здесь да бар 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 да он тоже есть видео будет еще производства и все остальное ооо это я инвентарь открыл же вы понимали а у меня здесь вместо дефолтного майнкрафтовского инвентаря здесь вот такая вот такой вот склад блин здорово прям как на пк-версии практически сделали то есть как бы есть некоторые небольшие отличия но в целом вообще кайфово для бедрока с телефона можно так класс класс я думаю еще наверное ребятки наверно остались это вообще здорово потому что на пк-версии как раз таки не хватало именно их и доход у нас с вами под бустерами сейчас 46 секунд их локальный бустер мы еще купить вообще 80 секунд ушло вообще развивался со скоростью света давайте я все равно поздал несколько дней купим локальный бустер вот интересно больше денег вот этот 35 процентов и еще больше денег больше не до верни да вот и у нас дохода офигеть вырос ну глобальным бустером еще нужно понимать он дает как два этих бустера так хорошо теперь мы копим с вами на валене малина 200 к стоит нас на морковку будем копить не знаю есть ли смысл мне вообще траву здесь фармить как бы уже потому что дает очень мало у нас доход уже гораздо больше пошел хотя есть смысл прокачать траву то есть как бы сейчас я за 1000 трачу прокачиваю и следующего нужно будет давать нам процент так трава дает в три раза тра еще больше ну понятно то есть будет просто еще больше у нас келлица 6 дают ну да 6 я не знаю может быть стоит 10 и заводе до 10 тысяч не дать лучше подкопим эти 10 тысяч на морковку потратим вроде морковку сколько там было 12 я проверим же бежим так картошка не пока картошка не надо не надо картошка не байте на покупку 20000 не 20000 многовато поэтому пока что купим немножечко картофанчика я думаю вот раз-два-три до 350 свой доход увеличен очень столько что сделали доход x2 это в целом уже неплохо но хочется конечно пяти хаточку знаете пяти хаточку вот так вот все трачу 500 в секунду вот доход это я понимаю 500 в секунду очень шикарный доход ну и конечно фоне этого рубить траву по 6 монет как бы ну это не очень интересно потому что это одна сотая не было бы 600 было бы одна сотая так принципе практически одна сотая того чтобы получаем в секунду ну а что еще остается делать нужно копить 20 тысяч монет дорогие друзья и напомню 20 тысяч монет для того чтобы просто прокачать себе следующую культура она уже будет давать скорее всего расстой 20 тысяч ну наверно побольше вся купленная картошка нужно все весь пятихат который сейчас идет просто еще раз x2 сделать нас будет 1000 в секунду и тебе хотел бы тысячу секунд тысяч секунду звучит уже так знаете немножечко по богатому 1000 баксов в секунду если вы реально ферме можно было столько заработать мне нужно было бросить все и сделать свою ферму так хорошо 40 в секунду дает всего ну под бустерами 200 сейчас данный момент окей ну дала конечно меньше чем я хотел ну дала вернее она в принципе когда покупаешь перераску эту культуру дают половину ее стоимость если мы прямо сейчас покупаем еще одну морковку и у нас того почти получается реально те самые 500 ну фактически 430 нам дали за покупку двух этих морков может еще одну купить в целом и потом будем уже копить 200к на малину после малины у нас через ответвление такое анастасия пекарня переработка продуктов да вот вся эта темка здесь будет на есть в этой серии мы уже дойдем до первых переработок продуктов я и куряте курятин сколько миллиарда нет миллиард это очень дорого возможно был а пшеничку в пекарне переделывать в муку вроде что такое должно быть насколько я помню то хорошо покупаем дальше морковочку 30 уже куплена и доход в 1200 нам с вами обеспечен дорогие друзья это реально кайф так опять не тут немножечко отвлекли но ничего страшного мы с вами 4 стакана копили покупаем малину покупаем еще одну малину и у нас доход становится 4000 в секунду а следующая культура у нас будет уже покрупнее конечно же не это не кролик 400 миллиардов не столько денег-то так следующая культура это у нас свекла за 1 день миллионов ну как будто бы слишком дорого я бы нам тыква 16 миллионов ну да а дальше-то куда я уже бегу-то е-мое а там еще фонтан был вначале интерес сколько он стоил возможно недорого и фонтан увеличит наш доход x2 это вообще хорошее вложение на начальных этапах так фонтанчик сколько ты стоишь миллиардов 100 до мини-фонтан 30 миллиардов почти угадал смотрите прямо близко был но нет немножечко промахнулся не 100 30 его так покупаем еще малинку пока что потому что самое лучшее что он здесь есть 720 он дает в секунду это вообще очень хорошо доход в 5000 буквально здесь секунд полтос возвращается там в карман вообще неплохо и дальше у нас уже здесь пекарня пекарня ну не знаю есть смысл еще скачать но с другой стороны если я ее прокачаю то получается уже начнется выпечка муки а из которой будущем скорее всего делать тортики для этого нужно будет яйца от куриц да ну либо какому хлеб продавать возможно будет возможность не знаю посмотрим пока что малину покупаем за 300000 скупим уши малины это хайп но я даже не знаю может быть стоит уже наконец-таки в кинуться немножечко денег в срубание травы потому что ну я не знаю вроде как бы с него можно нормально зарабатывать интересно кстати у меня удочка прокачалась вот этот мне интересно потому что удочка вроде как скидилась в прошлый раз еще и ну то есть на пока версии в прошлый раз как будто это просто новый вайб дохлеты так мой вайт но уже с большой обновой просто прошло одно полностью отличалась от этой вот хорошо просто на пока версии когда ты фармился пассивный доход остался больше то и рыбалка приносила больше независимости от прокачки удочки посмотрим как это сделано здесь так вот я ловлю рыбку получается ближе ловить конечно не фига не видно до 2000 дают смотрите 2000 так можно тогда дополнительно ловить рыбу здесь и также еще можно попрокачивать удочку потому что тогда я смогу выловить еще больше денег 200 далее давайте попробуем прощать удочку а телефон здесь не ловит понятно возвращаемся ваза честно что есть дополнительная возможность сформить больше валюты валюты так удочка здесь не работает бабушка бабушка удочка так не зашит за зелененький нолики красненький возможно уровень а это наш опыт то есть я должен сначала наловить опыта чтобы я мог а под следующий уровень все я все понял я осознал сейчас малинку закуплю чтобы поднять себе доходит соответственно и фарм с рыболовли и все такое так бежи-бежи малиночка ты ждешь меня вот и покупаем все 400 есть отличный и доход всем 600 так я решил ловить здесь но все много далеко улетает наши сами удочка так рыбка 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 давай ловись опа 2400 дают 2 xp мало xp дают дайте больше xp а вроде меня был какой-то лайфхак что-то так вот удочку и да да так она тонет так тоже то нет где-то было крутое место для ловли рыбы ща его найду на этой карте где-то вот здесь я вроде ловил рыбу вот так вот кидал просто в угол проверяем работает не работает я просто не знаю год на бедроки рыбалка вот на обычной версии на я узкой это вы легко бы работала просто код далеко ну а возможно у меня просто жесткий это из-за скорости стопудово может из-за скорости по увеличивается может у меня еще и в своих настройках по в жестке сейчас посмотрим так но у меня было нормальное поле зрения но я сделал поменьше чтобы поближе казалось удочка вот этого которая закидывалась блок так хорошо две с половиной тысячи но неплохо с учетом того что у меня 7 600 фарма в секунду дополнительно еще вот так вот фармить по две с половиной тысячи но это кайф это считаете фактически до 10 тысяч в секунду нам поднимает не каждую секунду конечно но где-то раз в пять секунд мы получаем по 10 к в секунду это неплохо ну и заодно и получаем экспу жаль прямо здесь нам не пишется сколько экспы осталось доллара лапа хотя возможно когда мы сами оптим левел на удочке тогда ну в чат будет какое-то оповещение кстати как бы мы сейчас лям 900 можно следующая культура которую можно сами купить она стоит лям 900 вот ну что у нас доход думаю вырастет еще x2 это будет прямо замечательно дорогие друзья и нам тут половину суммы и за половину суммы пойдем и купим пекарню все продумано дорогие все продумано я гене как бы все продумал все в порядке не переживайте так хорошо плывет рыбка давай рыбка плыви хоп отлично 2600 для м 300 мы уже сами имеем неплохо неплохо для м 900 не за горами с учетом того что мы принципе 10 к в секунду получаем практически легко фармится так ну вот и все мы с вами накопили лям 900 можем возвращаться получается к нашему нпс ник уже дня прямо из любой точки сразу же трепортироваться в на базу на ферму и у нас сами там 900 побежим вот так вот наискосок мне кажется будет даже быстрее потому что здесь учел с баром за много миллиардов и вот здесь вот мужик а мари мари наверняка сказать марина циклу продает покупаем свекла появилась доход на 10к вырастает а мы с вами берем и за миллион покупаем еще себе пекарню покупаем и у нас на прям строится но да у вас построилась анастасия спасибо что у нас теперь в пекарне производится пшеница смотрите создается получается так ничего не понятно продать одну штуку за полтора миллиарда это интересно время создания минут то есть в минуту полтора миллиарда и чего гонит что ли нет пшеница так нового видео создается акта здесь просто не таймер ни о кого блин был бы хлебку голографический таймер здесь как она создается непонятно немножечко но одну штуку можно продать за полтора миллиарда либо за 5 пшеницы сделать тесто и за 10 миллиардов продать они миллиардов миллионов таких миллиардов миллиард это уже с тыквами пойдет так ну все один один миллион мне даже хочется знаете что просто учиться дождаться когда будет еще одна пшеничка появится и продам и поеду куплю себе свеклу еще одну почему нет целом ради интереса 10 тысяч доходно добавить 2 и 2 миллиона всего лишь стоит а вот следующая тыковка стоит уже 16 миллионов интересно когда я куплю она получается нашей пекарни уже начнут производиться и докторожущие баба ну что она только стоила тыква 8 минут и а да хотя погоди а почему-то не создается пшеница все равно может быть нужно купить какое-то определенное количество пшениц и засуха началась ё-моё он название конечно улейки топовая тогда разработчикам скинут скажу чё чуваки не позорьтесь это конечно куринич так хорошо берем водичку надо пойти полить все вроде грядки которые у нас есть так лев держи спасибо за помощь не за что лев не за что так поехали дальше то у нас там видит доходе перестал идти тоже обидно свеколку ан малинка есть девочка малинка так здесь водичка есть еще одна должна же быть когда вода здесь о есть отлично водичку берем и сюда засуху нужно убрать уничтожить так сразу свое ведро воды потому что здесь в принципе вода рядом есть еще пшеничка и картошка остались вроде как может морковки я тоже дал водички так хорошо бежим сюда здесь у нас пшеничка держи и засуха с вами заканчивается отличные новости доход идет естественно вверх вот но я не знаю можно за пшеницы купить больше просто здесь нет никакой инфы по этому поводу да уже было бы так открываем пшеница никакой информации по этому поводу нет поэтому я просто пойду сейчас куплю много пшеницы возможно нужно сотку пшеницы купить чтобы наработала я не знаю если честно там щеку это особняк смотрите далеке блин интересно что там так возложено 10 пшеницы не знаю так пока что пшеница стоит очень дешево можем купить его до вот так вот в целом до 31 посмотреть на я ж не чувствовал куда производства или же нужно еще больше пшеницы есть нужно вся сотка пшеницы то конечно я понимаю почему такая стоимость он 100 пшеница, это будет тяжело сделать. Пшеница, а почему не создаешься? Я просто не помню, какое было условие на это, на пшеницу в прошлый раз. Понимаете, в таком формате. Время создания минуты, может, перезайти, может, дать, опробуем. Справились в хаб, отправляемся на микроферму. Отлично, мы здесь. Бежим туда, там свеколочку, кстати, сможем закупить еще одну. У меня, в принципе, 3-2 миллиона есть. Можно, так сказать, закинуть бабок. Закидываем свеклу. 27 тысяч в секунду уже доходик. А то такое, уже приличный доход. Солидный, солидный. Так. Ну и пшеница, соответственно, никак не создается. Я даже не знаю, что мне для этого нужно. Ну, возможно, да, реально нужно всю сотку пшеницы выкупить. Напишу разработчикам, да и узнаю, что вот здесь мучусь сейчас, что-то вот думаю. Можно же просто написать и узнать. Только что посоветовался с чатиком. Мне сказали, что производство пошло. Нужно сделать 80 пшена. Я спросил, выгодно ли это прямо сейчас. Они говорят, нет, не выгодно. Советуем качать дальше ферму. Я такой подумал, в целом, как будто бы сделать 80 пшениц это звучит много-много миллионов, поэтому давайте вот так вот мы на стеколку прокачаем. 50 тысяч в секунду у нас с вами есть и попробуем пойти купить еще себе пшенички, чтобы убедиться в том, что это действительно невыгодно. Ну и приблизить нас к этому автофарму пшена. Покупаем себе пшеницу. Вот уже 42 пшеница, это 50 в секунду. То есть, понимаете, 50, 60, 70. То есть, на 50 пшенице мы уже тратим за покупку 141 монету. Ну, даже не знаю. Дальше еще таким образом купить 30 пшеницы, ну, даже вот по такой цене просто, которая вот эта вот сейчас есть, я, может быть, еще бы осилил. Но она все дальше и дальше будет расти, и это приведет просто, ну, к необратимым последствиям в плане расходов. Да, поэтому пока что, конечно, отложим мы это в дальний ящик пшеничку 80, да. Вот поэтому и тыква тоже не будет фармиться. Нужно 80, короче, чтобы начинало фармить. Это прикольно. Прикольно, конечно, но дороговато. Дороговато, поэтому пока что сейчас купим свеколку, купим тыковку, может быть, купим что-то там еще дальше есть. Так, понтан. Тут 1 триллион вообще, жесть цена. Вот, тюльпан, например, есть за 126 миллионов. Ну, тюльпан-то что-то дофига, где-то грибы должны быть еще вроде как. Грибы вроде должны быть промежуточным таким звеном, но поменяли немножечко походу порядок этих всех растений. Ну, ничего страшного. Лошадь можно купить, тюльпан, лопок. Ну, то есть это пока что надо далеко забегать, поэтому погнали купим свеклу и пойдем рыбачить дальше, потому что хочется, конечно, и удочку прокачать тоже. Так, идем-идем-идем. Свекла. 3 300, конечно, берем. 57 тысяч в секунду. Вообще замечательно, пока бустер действует это вообще хорошо, кошерно-коширно. Вот. Я, кстати, в топе на 438 месте, так что, чуваки, заходите. Видите, я зашел буквально меньше часа поиграл. Окей, я купил локальные бустеры и сейчас действовал глобальный бустер. Но в топ 400, в топ 500 я уже попал. То есть, как бы, сейчас у вас есть шанс. Айпишник сервера будет в описании, соответственно. Вот, заходите, играйте в бедрок вместе со мной. Микроферма, вайбнулась, есть шанс в топу попасть. Так, хорошо. Генри, полетели. А, непосредственно у меня удочка, ну, ла-ла-ла, поскольку мне там осталось. Ну, ладно, ничего страшного. Это все успеется. Будем здесь рыбачить, чтобы далеко не отбегать. Можно вообще было с пирсом, в принципе, это делать, чтобы вообще быть близко. Ну, да ладно. Так, хорошо. Под 19 тысяч сюда. 19 штук. Я понимаю, доходик. 19 штук. Давайте сверху все-таки это будем делать. Где-нибудь вот отсюда. Не, ну, 19 тысяч, это уже жить можно нормально, на самом деле. Ну, хотя и апнуть удочку, может, и все 30 будут приносить. 18, 10 экспи, кстати. 10 экспи. Мне кажется, когда дальше кидаешь удочку, забравишь, как бы больше экспи дают. Потому что, когда я отсюда вот ловлю... Хотя нет, тоже 2 экспи дали. Все. Разрушители мифов. Это все был бред. Кстати, копим 16 миллионов, пока апаем удочку, соответственно, потому что 16 миллионов, это у нас с вами тыковка. Тыковка стоит 16. Ну, и хотелось бы, конечно, узнать, наверное, сколько же мне осталось-то опыта до апа удочки. То есть, на ПК-версии вроде как было, если мне не изменяет память, 100 бросков на один уровень. То есть, ты 100 рыб вылавливаешь, и тебе примерно на один уровень накапывает экспиенса. Здесь, как это сделано, я, конечно же, не знаю. А есть какой-нибудь бустер, интересно, на удочку? Главальный бустер дохода, травы, засуха. Не для меня. Больше денег. Нет плохой траве. Ага, нифига себе. Ну, жаль то, что есть прокачка травы, но нет прокачки удочки. Как будто бы изначально нам говорят, что вот видите, для того, чтобы трава была норм, вам еще бустер нужно купить. А вот удочка, на, и без этого хорошо так вернемся. Сколько нам нужно опыта для удочки, улучшения удочки. Кстати, немножко осталось. Блин, класс. И заодно сразу же проверим, какой прогресс, насколько сильно удочка апнулась. Так, хорошо, давай, оп-оп-оп-оп, забираем. Да, нам всего лишь 20% опыта осталось. То есть, в принципе, поймать еще немножечко нам рыбок осталось. Сами, друзья. Так, где там рыбка-то, е-мое-мое? Еще раз удочку закидываем. Ну, блин, почему по 4 опыта дают? Почему не по 10? По 10 когда давали, было хорошо, прям отлично было. 4 опыта ваши. Никому не нужны. О, 10 опыта. Вот это я понимаю. Вот 10 опыта для настоящих мужчин. Так, давай, давай, ловись. Рыбка большая на 8xp. Неплохая такая, зажиристая, хорошая рыбка. Так, давай, рыбка на 10xp. Рыбка на 10xp ловись, на 10. Ну же. Сломалась рыбка, или я просто ее потерял из виду? Так, вот, плывет. Все, на 10 кг 100-будового рыбы. Давай, 10 кг. 6. Да, е-мое, что за 6? Что за 6 кг? Давай, опа. 4. Вообще, что за пусть все рыбы пошли? Пусть, пусть все рыбы пошли какие-то, ребятки. Вообще, жесть просто. Ну, хотя вот на 10xp. Мне кажется, уже должно хватать. Все, ладно, пасыню рыбу ловлю. И иду апать удочку. Интересно, если вот я вот кап опыта наберу, он будет дальше еще идти на следующий левел сразу же. Надеюсь, что да, потому что туда можно будет стоять, фармить улучшение удочки. 10 000 апм. Гуд. Написано просто гуд. Отлично, спасибо, что гуд. Следующие 50 000 будет стоить улучшение. И отправляемся на рыбалку. У нас вообще ничего не изменилось, кроме апа удочки. Сколько же мы будем получать? И, возможно, будет еще больше опыта давать. Но я не уверен, конечно, в этом на 100%. Сейчас посмотрим. Ну, как будто бы вообще левел удочки ничего не изменил. О, 32 опыта. Сюда. Нифига себе не изменил. Но денег больше не стало, кстати. А, нет, беру свои слова на этот лосось. Поймали лосося. Нет, слышите, денег начало тоже больше давать. И опыта, и денег. Это вообще отлично. Прямо, знаете, это прямо радостная новость. То есть, одна прокачка удочки настолько сильно ее апнула. Это круто. То есть, если 10 раз прокачать удочку, она будет давать еще больше. Ну, и опыта на чего давать. По 40 XP, по 30 XP. Это вообще замечательная новость. То есть, нужно быстро апнемся. Хотя, есть вероятность, что просто раз дают так много опыта, то и на следующий уровень нужно гораздо больше. То есть, сейчас то, что там дают 10, 20, там и так далее. Это уже, типа, как раньше было. Там 5, не знаю, 2 в таком формате. А что, где... Куда пропадают эти партиклы воды иногда? Надо оптифайн поставить на клиент. Не знаю, на Windows 10 Edition-то можно, ну, на бодрок оптифайна какие-то. Я думаю, можно. С оптифайном было бы удобно. Я хотя бы могу приближать, смотреть. Так, давай, опа. Не видно, я уже просто... Сколько у меня рыбы? Это срывается рыба или что? Так, 19 лямов не нужно, дорогие друзья. Если что, кстати, скоро уже накопим. 19 лимончиков, все. Хоп, сюда, 24 XP. Надо будет еще посмотреть. Сейчас 19 копим, возвращаемся, получается. Так, опа, сюда 32 XP. Отлично, все, возвращаемся. Удочку прокачать можем? Не, не можем. Ну, 20% мы уже накопили, отлично. И бежим, получается, закупать тыковку, дорогие друзья. Потому что тыковка тоже неплохая штука, НЦ. Так, тыковка, тыковка. Тыковка, ты моя, где же ты? Вот ты, тыковка. А, 16 лямов стоило на 19. Ну, да ладно, покупаем. У нас становится еще 12 лямов. То есть мы сейчас можем еще одну купить. Ну, конечно же, тюльпан за 126 миллионов. Но пока что никто копить из нас сейчас не будет. Просто посидим, подождем до 18,5 лямов. И, ну, хотя ладно, что, посидим, подождем. Пойдем порыбачим до 18,5 лямов, естественно. Нифига, 57 тысяч мне только что дали. А, ну, потому что я, скорее всего, прокачал себе доход в два раза, да. Сейчас будут, скорее всего, давать денег больше и всего-всего больше. Но мы сейчас, скорее всего, опять же возвращаемся. Потому что 18,4 это уже, ну, снова ап тыквы. Да, лучше апнуться, чтобы еще больше денег зарабатывать с той же самой ловли рыбы. Так, возвращаемся мы за тыковкой моей большой любимой вкусной тыквой. Где она? Угу, вот она, берем. Отлично, следующая будет 21 миллион стоит. Пока что тыкву качаем. Да, на фонтан мы пока не рассчитываем, нужно 30 миллиардов для этого. Ну, а про производство я вообще молчу, конечно. Да, производство это не для меня сейчас пока что. Хотя 4 ляма мы уже зарабатываем. 150 тысяч в секунду. Но хотя, с другой стороны, это всего лишь одна культура. Когда, смотрите, сейчас вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. И уже вот, ну, 326 стоит. Ну, это вообще дорого. Ага, нет, нет. Доход будет миллиона полтора в секунду. Тогда, я думаю, можем пшеничку до 80 и процедуруть. Что просто дополнительно доход шел. Если здесь есть, давайте автопереработка. Я, возможно, ее куплю. Нет, автопереработки нет. Придется вручную перерабатывать. Но ничего страшного. Хотя бы будут копиться. То есть пшеница будет копиться. Все будет копиться. Это будет неплохо. В итоге мы все равно сможем это все перерабатывать. О, в 80 тысяч сюда. И по итогу потом это продавать. То есть можно не сразу. Но в любом случае, это дополнительный заработок почему нет. Так, 79 тысяч сюда. Мне вообще хорошо идет. 10 лямов. Скоро 21. Скоро возвращаться уже, я не знаю. Так, хорошо. Еще бы, знаете, еще бы события положительные. Это цветущая ферма. Или там цветение. Ой, цветение. Мне, эх. Было бы ништяк цветение получить. И вообще было бы прямо шикарненько, да. Шикарненько. Так, сюда. Вот 40, XP 50 тысяч на лапу. Отлично. По 80 тысяч, когда падает вообще круто. Вот прямо сейчас 80 тысяч. Вообще, мне кажется, странно, что ты ловишь дорогую рыбу, а XP дают мало. То есть, как бы, мне кажется, было бы логично, что и XP, и деньги бы зависели друг от друга. Такое чувство, что они просто рандомятся. Так, ну все. У меня уже 16 миллионов. 21 миллион. 22 миллиона копим, чтобы точно хватило. И после этого уже возвращаемся за покупкой еще одной. Я думаю, сейчас пока что-то весь наш геймплей. Потому что, ну, переработка пока, если честно, не радует глаз. Но я думаю, как в прошлый раз. Знаете, вот я, когда на ПК ферме играл, точно так же было. Переработка поначалу казалась каким-то говном. Вот, невыгодным. Но потом, когда появилась более выгодная переработка, это стало уже, ну, совершенно противоположно. То есть, там просто дают тебе какую-нибудь шерсть. Я помню, там шерсть фармить было выгодно. Ну, и другие всякие культурки. Ты их объединяешь в одно, потом объединяешь в другое, перерабатываешь, перерабатываешь. И по итогу через часа полтора-два продаешь за очень большие бабки. И можешь апнуть еще культуру. А потом апаться все будет, конечно же, долго. Это я все прекрасно помню. Так, ну что-то я тут с вами, знаете, засиделся, зарыбачился, как говорится. Видите, уже 24 миллиона есть. Может быть, 120 лямов просто копить. А не бегать, не покупать по этой, по одной тыкве. С другой стороны, по одной тыкве покупаем. Мы увеличиваем себе доход практически в два раза. Вот сейчас у меня 150 тысяч. А если куплю ее, то у меня будет где-то 220, может, тысяч в секунду. 200, нет, 195, к сожалению. Обманул, заскамил, чуваки, сорян. Так, давайте свеклу еще возьмем. Почему нет? Свекла тоже норм дается. Тебе можно до десятки довести. И вообще, кстати, что там по поводу апов. Давайте-ка мы с вами вот так вот сделаем. Связь 5G. Это полезная штука, чтобы до бабки каждый раз не бегать. И откроем телефон. Улучшение растений. Можно с вами пшеничку прокачать. Смотрите, оп. Улучшение растений. Что-то еще можно? Картошку. Кстати, малину за 2 миллиона. Вот интересно. Вот у меня... Малина мне дает столько в секунду. Давайте посмотрим. Малина дает мне 1,4. Если я ее апну в телефоне. 2 миллиона. Она будет давать 2,9. То есть сейчас, если я ее так покупаю, очень дешево, то она будет давать в целом мне неплохо за такие деньги. Да? То есть мы себе доходик чуть-чуть подняли. А, и, кстати, у меня, видимо, закончились локальные бустеры. Потому что доход сильно упал. Потому что локальные бустеры... А, нет, больше денег. Еще больше денег. А, глобальный бустер закончился? А, засуха. Ё-моё. Проклятая засуха. Нет, знаете, я отключу засуху себе. Я помню засуху. Засуха меня больше всего бесит. Просто вымораживает. Прям вот засуха. Это мой самый главный враг в этой игре, если честно. Теперь еще и тыкву дополнительно поливать. Че, ну так часто случается за засуху? Вообще жесть. Так, капец. Столько что-то на засухе избавился. Вторая засуха за час. Надо, чтобы засуху за час было меньше. А тут вообще кринч. Че, доход режет в два раза? Когда бустеры действуют. Бустеры действуют. Доход порезан. Че, я не чувствую. Ноль помощи от бустеров из-за засухи. Спасибо за помощь. Ну, конечно же, это еще не все. Нужно еще кому-то помочь, да, там? Водичкой облить их. Посевы. Самостоятельные мужики, вы пошли бы и сами все полили. Эх, вы бездари. Все, засуха закончена. Две триста у нас доход имеется. Все, давайте-ка мы эту засуху нафиг отключим. Засуха не для меня. Два вот этого штука. На 20 часов ее просто не будет. Отлично. Просто бальзам на душу. Кайфанул только что. За секунду нереально. Свекла, кстати, за девятнадцать... А малину за десять лямов можно еще апнуть, кстати. Малина сколько она дает? Шесть и семь. За десять лямов мы ее апнем. Будет, скорее всего, двенадцать, пятнадцать. А свекла сколько дает прямо сейчас? Она дает уже десять и восемь. За четыре и четыре можно и докупить. Даже не знаю. Может, лучше стоит свеколку апнуть за девятнадцать. Это в два раза дороже. Но свеколка дает десятку. А вот тыква дает сколько у нас с вами? Двадцать пять. То есть свеколка начинает давать так же, как тыква. При том, что стоит четыре и четыре миллиона. А тыква стоит двадцать четыре миллиона. Ну, как будто бы все очевидно. Апаем свеклу. И получается у нас с вами доход двести девяносто тысяч. В секунду. Вообще хорошо. Сейчас четыре и четыре копим. Переапаемся. А маленькую у нас десятку, да, стоило? Дороговато, конечно. Ну, можно, так знаете, повкидываться в эти дешевые культуры. Пусть там приносят нам что-то еще дополнительное. Все равно у нас доход уже триста тысяч. Можно себе позволить так вот там по соточке тратить. Никто даже не заметит. Смотрите. Оп, оп. Покупаем мы с вами свеклу. Ой, я пшеницу случайно переапал, да? Я дурак. Боже, я пшеницу переапал. Хотел свеклу купить две штуки. В итоге пшеницу вкинулся. Жесть. Четыре и четыре. Покупаем с вами доход, как сильно вырастет. На покупке двадцать пять. Жесть. Сейчас она дает столько же, сколько тыква. Сейчас свекла дает ровно столько же нам дохода, как тыква. Жесть. А стоит при этом вообще в разы меньше. То есть, ну все, свекла. У тебя второе дыхание фактически. Мы сейчас пока что апаем тебя, пока ты не будешь стоить просто как тыква. Я думаю, в принципе... Хотя нет, тыква-то за одну покупку дает нам сразу же дофига. А здесь-то мы просто по чуть-чуть, по чуть-чуть наращиваем. Но все равно, все равно стоимость-то гораздо ниже же у свеклы. Поэтому ее выгоднее покупать. Невалежно десятую купим. Нам еще половину стоимости вернут. А доход-то уже с вами 356 тысяч. Блин, и все это время нужно еще идти рыбачить. Здесь ты не порыбачишь в этом микролужице. А было бы неплохо, конечно. Было бы неплохо порыбачить в микролужице. Шесть и семь миллионов. Ну и, я так понимаю, можно, наверное, на этом первую часть с вами заканчивать, дорогие друзья. Один-три миллиона нам все вернули. Я думал, нам хотя бы вернуть половину там от шести-семи миллионов. Один-три миллиона пожлобили. Просто зажлобили, я не понимаю. Да, короче, на этом, в принципе, его видео можно заканчивать, дорогие друзья. Я думаю, специально не буду никак развиваться вне видео. Просто буду стоять, копить деньги, знаете. Может быть, буду рыбачить удочку. Буду чисто прокачивать, потому что удочку прокачивать, конечно же, нужно. Вот. Никакие культуры покупать не буду. Вот то, что, видите, сейчас у меня доход 400 тысяч в секунду. У меня столько и будет. Может, упадет из-за того, что бустеров не будет на второй части. Но мне нравится. Мне нравится, как здесь сделана ферма. Постараюсь ее пройти. Кстати, насчет фермы на ПК. Сразу же от себя дополню, добавлю. Мы уже почти что закончили примерно процентов 70 новой фермы. Не переживайте. Она уже в будущем будущем будет. Ну, конечно, могут всякие трудности появиться. Сами понимаете, как это бывает. Но я думаю, возможно, до конца года мы сделаем новую ферму на ПК-версию, соответственно. Тоже уже с большим количеством возможностей. С реиграбельностью, что самое главное. Вот что не хватало нашей прошлой ферме, это реиграбельность. То есть ты мог фактически пройти просто все. Дойти до самого конца, покупать все культуры и так далее. У тебя не было никакого развития здесь же. Будут, скорее всего, новые зоны, локации, ребитки. Ну, не на этой ферме, естественно, на ПК-версии, да. Вот, то есть как бы, но это уже в далеком-далеком будущем. Но пока что заходите, играйте на CrystalX Bedrock. Айпишник есть в описании, да. Ну, а с вами был я, Демастер. Можете также зайти в глобальный бустер купить. Все, кто играет, скажут вам огромное спасибо. И, естественно, проект тоже вам скажет огромное спасибо за поддержку и я. Вот, на этом все. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Пока прощался. У меня доход стал еще на 50 тысяч больше.